Чемпионский бой UFC, средний вес, весовая категория 84 килограмма, бессменный чемпион Роберт Уитакер против претендента Келвина Гастелума. Давайте начнем с последнего, но не самого худшего. Келвин Гастелум вообще наш парень. Вот так-то. Нет, он, конечно, не бухает, как Джон Джонсон, он, конечно, не употребляет кокаин, он не попадается на стероидах, хотя, знаете ли... Нет, он просто очень любил проваливать весогонку, потому что изначально он дрался в полусреднем весе, и там ухитрялся проигрывать даже таким топовым спортсменом, как Нил Магни. Ну, а затем понял, что сгонять по 800 килограммов это все-таки не его. Одно дело сбросить и смыть не забыть, а другое дело, конечно же, выходить и драться. Так вот, решил он потолстеть, решил он отправиться в средний вес, и мы все прекрасно помним замечательную историю про то, как он нокаутировал Витора Белфорта, и чем вся эта замечательная история закончилась. Но нашли в крови что-то не очень разрешенное, поэтому заменили этот бой на ноу-контест. Также мы помним его бой с Джакаре Соузой, это был его последний поединок, где была очень близкая схватка, которая до сих пор оставляет очень-очень много вопросов. В общем, Келвин Гастеллом получает один из самых больших шансов в своей жизни, и подходит к этому бою, на мой взгляд, в ранге явного андердога. Да, он может ударить, да, это достаточно такой атлетичный парень, но то, с чем ему придется столкнуться совсем скоро, доселе он такого не видывал. И мало кто, в принципе. Потому что Роберт Уитакер – это какой-то уникум, это какой-то вот самородок, который родился в Австралии, и не знаю, как он ухитряется это делать. Потому что для среднего веса Роберт Уитакер, в принципе, не очень большой, но его скорость, его потрясающая ударная техника, его тайминг, его защита от борьбы – ну, это же просто уму непостижимо. Вспомните его два последних боя, ну, собственно, два чемпионских боя против Йоэля Ромеро, как он нокаутировал Джакаре Соузу. Да, это же, ну, ребят, кто не видел, сами виноваты. И, собственно говоря, чем Келвин Гастеллом может победить, за счет чего? Но Роберта Уитакера, честно говоря, я не очень понимаю, вот откровенно. Потому что, на мой взгляд, Роберт Уитакер, если мы берем в комплексе, да, все, весь арсенал одного и второго, то я считаю, что Уитакер соперника просто не почувствует. Более того, я думаю, что он вполне в состоянии его победить досрочно. Если не в первом раунде, то во втором-третьем так уж точно. Именно поэтому я ставлю на победу Роберта Уитакера нокаутом. Продолжение следует...